Лето прошло, настала осень, да не простая, а студенческая. Это фестиваль творчества студентов-аспирантов, преподавателей научных сотрудников вузов. Это праздник искусства, где любой желающий может реализовать свои самые смелые идеи. На сцене Дворца творчества губернаторские выступили яркие и талантливые ребята. Все они победители 29-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил в Нижнем Новгороде в этом году. География участников охватила почти всю страну, всего 12 регионов. Лев Суртаев приехал к нам из Кузбасса. Лев получает специальность электроэнергетика в Техническом университете. Параллельно он увлекается эстрадным пением. Я привез песню, мы будем выступать дуэтом с другом моим. Он играет на фортепиано, а я пою. И также участвую в финальной песне. Концерт посетили не только юные ребята, но и те, кто участвовал в этом фестивале почти 30 лет назад. Юрий Макарчук – лауреат конкурса «Студенческая весна», он победил в 1993 году. Земляк из педагогического университета исполнял тогда песни на двух языках – на русском и итальянском. Юрий профессионально занимался лёгкой атлетикой и выступал на ульянских концертах с эстрадной программой. Сколько бы ни было публичных выступлений и профессиональных побед в его биографии, Юрий никогда не забудет свой первый выход на большую сцену. Если сказать, что я переживал, ничего не сказать. Мало того, ещё песни на другом языке, столько мыслей, как бы не забыть тексты, на сцену. Ну, в общем-то, я так это собрался и достойно, так скажем, защитил честь. Организаторы собрали на концерте золотую сотню участников. Гастроли талантливых студентов стартовали в Казани. Далее делегация отправилась в Ульяновск. К нам сегодня приехали победители российской студенческой весны, которая объединяет все регионы, всё студенчество нашей страны, всё творчество и молодёжь. И мы начинаем это традиционно с осени, как всегда. Осенью начинается конкурс первокурсников, затем начинается студенческая осень в Ульяновске, например. И уже весной начинаются отборы фестивалей для того, чтобы самые талантливые, самые лучшие в регионах смогли собраться на финальном всероссийском фестивале российская студенческая весна. Следующими точками будут Самара и Ставрополь, после чего состоится кульминация торжества. Молодёжь выступит в городе Судак на фестивале Таврида Арт.